Они еще совсем юные, но уже готовы демонстрировать мощный боевой дух и навыки владения дзюдо. В зале на стадионе «Локомотив» на трех татами борются почти 200 юношей 12-13 лет. Это областные соревнования. Каждый пятый из этих ребят представляет Самарскую школу мужества. Тренер Сергей Гаврилов говорит, что главная задача для ребят – показать все свое мастерство. План тренера, чтобы ребята как можно больше отборолись, проявили себя, проявили характер, показали, как они борются. А здесь уже, если они себя проявят, будут результаты. Победители и призеры будут представлять область на соревнованиях Приволжского федерального округа. А потому накал на турнире нешуточный. Тренеры активно поддерживают своих воспитанников. Если есть возможность, апеллируют к судьям. Каждый бой снимается с камер возле судейских столов. Но, чтобы пересмотреть какой-то спорный момент, иногда обращаются к видеозаписям, которые делают родители. Бывают какие-то моменты, допустим, которые, с одной стороны, более четко видно. Потому что наша основная задача является отбор сильнейших спортсменов Самарской области, чтобы они представляли наш округ. Поэтому мы идем на встречу тренера. Мы смотрим, так сказать, какой-то сложный момент со всех ракурсов. Завтра на татами выйдут девушки в возрастных категориях до 13 и до 18 лет. А в воскресенье соревнования закроют схватки юношей до 18 лет. Ольга Хомракулова, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.